Приветствую вас, мои самые любопытные друзья, на моем канале. В моем арсенале на кухне появилась новая игрушка. Она компактная, удобная, для меня как раз подходит для того, чтобы провести все те эксперименты, которые я хотел сделать, и никто их почему-то делать для меня не захотел. Поэтому сделаю все это я сам. В этом ролике вы увидите форму сигнала, а точнее напряжение и тока, которое будет выходить. С вот такого вентилятора, в котором выпрямителем, является такая странная-странная микросхема. Датчик Холла называется. Весьма интересный эксперимент. Потом мы посмотрим, а вот такой вот двигатель, который обладает щетками, и внутри у него вращается ротор, на котором намотаны обмотки. Какую форму сигнала на выходе он даст? Поверьте мне, когда я посмотрел, я удивился. Возможно, это удивит и вас. Мы испытаем обычный двигатель, который употребляется для зарядок телефонов. И раз в ролике написано, что мы посмотрим, как выглядит музыка, мы, конечно же, используем сотовый телефон для того, чтобы посмотреть, какой формы сигнал и насколько он модулированный у него вот на этом выходе. Ну что, приступим. Ах да, совсем забыл сказать, что помощником в этом эксперименте будет моя железная рука, которую я сам сделал, и которая помогает не только паять, вот эта рука, сделанная из пробки с прищепкой такой, но еще и может удерживать осциллограф, в то время как мои руки будут заняты экспериментальными предметами, приборами и проводами. Сегодня музыку, которая вам уже давно надоела, вы будете не слушать, а смотреть. Поэтому сейчас телефончик заткнется, и мы подключим его напрямую к осциллографу. Я уже тут подготовил проводочки, припаял контактики. Моторчики мы, наверное, уберем в сторонку, чтобы они нам не мешали. И посмотрим, какова форма сигнала на выходе сотового телефона. И именно тот сигнал, который идет на наушники, и который я обычно пытаюсь усиливать. Так, надо выставить чувствительность, потому как сотовый телефон не выдает больших напряжений на выходе, хотя в это многие веруют и верят. Ну а теперь установим частоту так, чтобы нам можно было видеть форму этого сигнала более в удобоваримом виде. Ну вот, мы смотрим музыку, которую мы не слушаем, а именно смотрим. Давайте поближе приближусь. Измерять частоту такого гармоничного сигнала, это музыкальный сигнал идет, нет смысла, потому что она меняется. Но возможность такая у осциллографа имеется. Вот можно нажать вот эту кнопочку, подержать ее немножко. И здесь появится значение напряжений. Причем значение напряжений абсолютных и относительно нижнего и верхнего максимального значения. Ну, так называемый пик-пик. Все остальное я уже рассказывал в другом ролике. Посмотрели музыку, и я думаю, этого достаточно. Приступим к следующей части нашего эксперимента. Многие из вас и многие из самодельщиков прекрасно знают, что вот такие двигатели шаговые при вращении обратимы и могут вырабатывать ток. Но какой? Постоянный или переменный? Ну, те, кто более продвинут, они знают, что такие двигатели, в которых вращается магнит, а катушки находятся на постоянном месте, вырабатывают переменный ток. Давайте посмотрим, какой формы сигнал этого переменного тока будет на выходе. Я подключил этот двигатель, и теперь я вращаю его ротор. И мы видим вот такие сигналы. Если бы я вращал равномерно и прямолинейно, мы бы получили довольно чистую синусоиду. Ну, так как я вращаю в разные стороны, и при этом не могу вращать с одной и той же скоростью, меняется частота, вы ее можете видеть на экране, и меняются значения, так называемых пик-пиков и ням-нямов. Вот, вы их можете тоже в чиселках посмотреть. Но при этом обратите внимание на следующую вещь. Вот сейчас режим измерения в моем осциллографе это АС. Переменное напряжение, переменный ток мы измеряем. И форма сигнала переменного тока симметрична относительно вот этих двух точек или же осевой линии. Я мог бы подвести сюда, но как бы особой разницы нет. То есть, синусоида и внизу, и вверху одинаково. Переменный ток, который меняет свое направление. Все хорошо. Запомните этот момент, потому что он нам впоследствии понадобится. Такие шаговые электродвигатели, которые ошибочно называют бесколлекторными, потому как коллектор это должен быть коллекторно-щеточный узел, и именно его нет в этих двигателях, а не просто коллектора. Коллектор это вообще другая вещь. Не делайте таких ошибок. В общем, этот электродвигатель, так называемый бесколлекторный, не содержит щеточного и контактного узла, и поэтому переменное напряжение снимается непосредственно с обмоток статора. Оно имеет почти чистую синусоиду, если вращать прямолинейно и равномерно, и не имеет высокочастотных помех, возникающих при переключении щеток и контактов. Вот этот двигатель, в отличие от шагового, содержит вот эти вот щетки. Здесь их хорошо видно. Графитовые щетки прижимаются как раз к тому самому щеточно-коллекторному распределительному узлу, который распределяет мощность в обмотке ротора. Ротор видно, вот его проволоки. И когда мы будем вращать ротор с помощью вот этой вот оси, то, естественно, снимать напряжение и ток мы будем с вот этих контактов. И вот тут я вам задам детский глупенький вопрос. А какое напряжение, какой ток, я уточню, переменный или постоянный, мы будем снимать с вот этих двух контактов? Я уже проводил данные эксперименты и показывал, что вот такие двигатели с постоянными магнитами, этот и этот с постоянными магнитами, они сильно отличаются. И если мы используем вот такой вот двигатель для генерации электрического тока, то выпрямитель нам не нужен. Мы будем получать однонаправленный пульсирующий ток. Но вот какие пульсации, поверьте мне, скоро вы очень удивитесь. Пока у меня не было осциллографа, как говорил почтальон Печкин про велосипед, я этого не знал. Теперь буду знать я и будете знать вы кое-что интересное. Ну, во-первых, данный двигатель вырабатывает постоянный ток. Ток постоянной полярности одной, не изменяющийся. Но при этом, конечно же, пульсирующий и не очень ровный. Его надо сглаживать. Хотя для свинцовых аккумуляторов или для никель-кадмиевых это по барабану. Так что вы можете использовать это свойство вот таких вот электродвигателей и без всяких выпрямителей заряжать при их вращении током любые ваши аккумуляторы. Почти любые. Так как абсолютные значения пик-пиков и ням-нямов нас не особо интересуют, то вот этой кнопочкой я изменил режим вот этого положения. То есть сейчас я могу изменять напряжение на входе. Ну, точнее, величину возможно измеряемого. А вот в таком положении я могу отцентровать вот эту вот ось симметрии, с помощью которой мы будем определять, какого направления будет у нас ток. При этом режим я должен изменить на постоянное напряжение. То есть вот тут есть переключатель, с помощью которого я перевел режим DC. Вот теперь мы будем видеть, что если у нас значения тока и напряжения оказываются выше, это положительные значения, а ниже это отрицательные. Для обычного электродвигателя синусоида проходит симметрично посередине. А вот для этого она будет немножечко другой. Посмотрим какой. Сейчас я буду вращать ротор этого двигателя. Есть щеточно-коллекторный узел, который является выпрямителем. И как мы знаем, контакты всегда искрят. И возможны всякие всплески и чистые синусоиды получить невозможно. Но обратите внимание на экран. Я вращаю двигатель. И мы видим почти гладкую синусоиду. То есть нету резких всплесков, которые можно было ожидать от коллекторного щеточного узла. Это первый момент, который меня очень сильно удивил. А теперь давайте вернемся к выпрямлению. То есть, а какое выпрямление происходит и как оно происходит? Мне придется перенастроить немножко осциллограф. Сейчас я его настрою и продолжу. Сейчас я буду вращать двигатель вот таким вот образом. То есть сюда, 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 сюда. Попеременно. А теперь посмотрим картинку на экране, которую при этом мы будем фиксировать. Обратите внимание на ее форму. В принципе, она симметрична. Да, все верно. Потому что я вращал двигатель в обе стороны. Но что будет теперь? Я изменил масштабирование развертки осциллографа. И вот смотрите. Это симметричная синусоида, которая на самом деле возникает в результате того, что я вращаю двигатель то в одну сторону, то в другую. Но что будет, если я буду вращать его только в одну сторону? Осциллограф, конечно, подстроился и ушел от середины экрана. Но при этом все всплески смотрят только вверх. Это говорит о том, что когда я вращаю вправо, я получаю только положительное напряжение. Теперь я буду вращать только влево. Все всплески смотрят только вниз. То есть сейчас у нас пульсирующее отрицательное напряжение, которое не выходит за ось симметрии и никогда не уходит в другие значения. То есть мы получили выпрямленный пульсирующий ток. Но это еще не все. Я специально остановил картинку, чтобы рассмотреть ту форму, которую мы получаем в тот момент, когда двигатель вращается только вправо. Во-первых, относительно этой оси нулевой, это только положительные импульсы. Во-вторых, они здесь не прерваны. Так как я вращаю пальцами неравномерно, вот здесь и здесь возникают всплески. Но если бы я вращал двигатель равномерно, то вот здесь мы видим практически чистую синусоидальную форму. То есть чистый синус, висящий над нулем. То есть весь находится в положительной области. При этом, если вращать сильно, то синусоида оторвется от нуля и будет появляться некоторое положительное значение, без вот этих всплесков. Которые можно срезать, конечно же, обыкновенным электролитическим конденсатором, либо необыкновенным, обыкновенным неполярным конденсатором. Вроде бы ничего удивительного, но еще раз подчеркну. Это двигатель с щеточным коллекторным узлом, в котором контакты разрываются и замыкаются. Этот двигатель не имеет, вот этот двигатель не имеет разрыва в контактах, в цепи, и поэтому он меньше создает помех, меньше шумит. Но как умудрился сделать чистую синусоиду, пусть и однонаправленную, вот такой вот двигатель, для меня весьма и весьма непонятно. Тут нет диких всплесков, ну кроме того, что у меня пальцами здесь вот дергается рука. Если бы я вращал этот двигатель дрелью, то, конечно бы, синусоида была вообще идеальной. Как такое возможно для щеточных узлов, я не понимаю. Никаких дополнительных емкостей, диодов и выпрямителей тут нет. Я все поснимал, это еще раньше. Загадка? Парадокс? Ну, давайте посмотрим еще один моторчик, так как эксперимент наш должен быть полным. В этом двигателе, как я говорил ранее, присутствует датчик холла с полевыми транзисторами, и именно датчик холла является выпрямителем. Он же является переключающим узлом между обмотками, и на выходе этого электродвигателя, при его вращении, конечно же, появляется напряжение и ток. Но в данном случае это будет абсолютно гладкое напряжение, и, естественно, гладкий ток, не пульсирующий, не меняющий своего направления. То есть, вполне хорошее так называемое DC напряжение, поэтому мы его как раз и выставляем на нашем осциллографе, и посмотрим форму сигнала. Вращать буду пальцами, без всяких моторчиков, которое будет довольно-таки интересно. Обратите внимание, сейчас я крутнул резко движок, и на экране появился вот такой вот всплеск. Это тот момент, когда я пальцем крутнул двигатель. Максимальный был достигнут тока напряжения на конденсаторе, а дальше конденсатор разряжается, разряжается до нуля, через, конечно, нагрузку, которая находится именно в самом осциллографе. Хороший такой график. Если крутну еще раз, то появится точно такая же картина, точно такая же фигура. Заряд конденсатора и постепенный его разряд. Ранее я пытался доказать некоторым зрителям и блогерам, что вот такая система годится для того, чтобы вырабатывать постоянное напряжение без всякой перемотки, без всяких выпрямителей, и что она вырабатывает именно постоянный ток. Но так как я подходил к делу немножечко по-наивному, то есть показывал, что заряжается сотовый телефон или светится светодиод, мне, конечно, не верили. Но так как осциллограф является критерием истины для многих-многих-многих самодельщиков и блогеров, то вот с помощью осциллографа мы как раз и доказали, что вот эта системка, она как раз и позволяет получать постоянные, именно постоянные напряжения и ток. А теперь давайте посмотрим, как изменяется график в зависимости от того, как разряжается конденсатор и как я пытаюсь пальцем добить этот конденсатор до полного заряда. Сейчас я крутну, чтобы получить нашу красивую фигуру. Вот конденсатор стал разряжаться, а теперь я пальчиком вращаю вентилятор, причем с не очень большой частотой, и посмотрим, куда пойдет-пойдет график. Вот видите, он сперва падал, а теперь вот даже при таком вращении он начинает нарастать. Частота вращений маленькая, поэтому больших напряжений я достигнуть не могу, но все-таки она крутится. Как сказал когда-то, то ли Джордана Бруно, то ли Коперник, но его за это сожгли, а я же не хочу. На этом все, пока, улыбнитесь и до следующих встреч. Надеюсь, это видео было вам интересным.